Федор, добрый день. Вы вчера были в первом дне, только сегодня. Ну вот уже успели с кем-нибудь пообщаться? Да, с кем-то успел пообщаться, конечно. Как вы думаете, вот на плац-форумах, как часто происходят именно знакомства деловые, да, партнерства, какие-то дальнейшие сделки и совместное сотрудничество? Ну, немножко это не так работает. То есть, это зависит от того, с чем человек пришел на конференцию. Если человек пришел разговаривать, и у человека есть какой-то конкретный запрос, и человек понимает, к кому может быть адресован этот конкретный запрос, то у него все хорошо. А если человек приходит на конференцию поглазеть, то ничего не происходит. То есть, это вопрос даже не к плацу, а вопрос к участникам. И мне кажется, что есть какое-то, ну, как всегда есть какое-то количество участников, которые хорошо понимают, зачем и куда они идут, и есть какое-то количество участников, которые там только входят в рынок или не обладают компетенциями участия в конференциях, или не имеют достаточно четкого понимания того, что у них происходит тогда. Например, есть совершенно другой запрос конференции, не общаться и не коммуницировать, а понять, где я сейчас нахожусь. И есть какое-то количество компаний, их на конференциях много, на мой взгляд, даже часто большинство. Это компании, которые приходят послушать других людей для того, чтобы соотнести ситуацию и положение в своей компании с ситуацией и положением, которые они слышат от других людей на форуме. И чтобы на выходе, сопоставив их, понимать, какие вообще варианты движения вперед есть. А дальше уже следующий подход – это поиск контрагентов, поиск систем для следующего роста, поиск форматов. Но в первую очередь понять, ага, я могу вот так, я могу вот так, я могу вот так, а вот этого варианта у меня вообще нет, потому что его в принципе в природе не существует. Вот это вот такое соотношение себя с рынком, взвешивание себя с рынком. Это, на самом деле, основной запрос к конференциям. Как часто вы посещаете Плассфорум и когда были в последний раз? Я не могу ответить на этот вопрос, я не помню. Ну, вообще были. Я не помню. Слушайте, ну, я выступаю больше, чем на 50 конференциях в год. Я не в состоянии это вспомнить. Вы сегодня обратили внимание на выставочный зал? Заходили? Да, я прошелся по выставочному залу. Да, я прошелся по выставочному залу. Что интересного для себя приметили? Может быть, кто-то новый был для вас? Какие-то новые предложения? Смотрите, вопрос не совсем ко мне, потому что я аналитик и я занимаюсь исследованиями рынка. Более того, я не занимаюсь им своими руками, этим занимаются мои сотрудники. И когда я смотрю на какую-то отдельную тематику, я могу в ней больше разбираться, меньше разбираться. Но, условно, перечень тех, кто выставляется сейчас с выставочными стендами на платформе, это участники карты экосистемы Fintech, которую мы, я думаю, выпустим в следующем году. Но этим буду заниматься мои аналитики, а не я. И я не буду об этом думать. Поэтому я не думаю о том, что интересного, что неинтересного. Я пробежался, посмотрел по стендам, посмотрел, как они оформлены, посмотрел, как на них работают. Ну, выставка как выставка, все как обычно, ничего другого нет. С какой темой вы сегодня выступаете? Это, на самом деле, интересный вопрос, потому что я сегодня буду рассказывать про e-commerce, но я вот пока что не очень понимаю, какая аудитория у меня будет. Потому что на сегодняшний момент казахстанский плац про Fintech, а не про ритейл. То есть узбекский плац про, узбекистанский плац про ритейл, а казахстанский плац про Fintech. И, а я буду рассказывать как раз про ритейл и про e-com, вот, которого здесь одна секция. Почему, собственно, я вчера и не пришел, ну, как бы, не, тема не моя. Вот, значит, и в этом смысле я не очень понимаю, какая аудитория от платформа, финтековского платформа будет на этой секции. Я спрошу эту аудиторию, кто эти люди, что они хотят, и в зависимости от этого перестрою свой рассказ. Потому что для крупных мне есть одну вещь рассказать, для мелких у меня есть другую вещь рассказать. И в целом это, ну, совсем разные, совсем разные задачи, совсем разные стратегии. Потому что то, что интересно крупным, мелким, не то, что неинтересно, непонятно. Вот, и не будет понятно, им не нужно это. А то, что интересно мелким, крупным, неинтересно точно. Потому что, ну, вот, как вы меня спрашиваете, что вы интересного нашли на стенде, вот, и я вам говорю, слушайте, эти мои сотрудники занимаются. Вот там будет то же самое, когда, если там придет кто-нибудь из крупной компании и захочет узнать про e-com, а я тут начну говорить, вот тут вот в CPA модели надо вот такую вот штуку включать. И они скажут, ну, эти мои сотрудники занимаются. Ну, то есть, ну, как бы, неинтересно, непопадание. Вот, поэтому я спрошу, посмотрю, в зависимости от этого буду перестраивать то, что я буду говорить. Имея вот такой бэкграунд, большой опыт участия на всевозможных форумах, конференциях, что бы вы пожелали платформы и какой у вас есть, какая обратная связь у вас есть? Ну, меня всегда ставит в тупик такой вопрос, что я могу пожелать людям, которые успешно делают и хорошо разбираются в том, что они делают. Но вот то, о чем мы сейчас разговаривали с Константином Гризовым, это история про то, чтобы увеличить объем аналитики на форуме. И там в этом как раз это моя работа, соответственно, я в этом могу помочь. И увеличив объем аналитики на форуме, можно в этом месте сделать в некоторых случаях другой уровень обсуждения. Это то, что я вижу по другим странам, по европейским, в первую очередь, странам, когда обсуждение опирается на аналитические выкладки. И это прям супер очень интересно и хорошо. Вот это та тема, которую не то, что я могу ее пожелать, но это та тема, которую мы сейчас с Константином обсуждаем. Одним словом попробуйте описать пластфорум сегодня. Одним форум. Продолжение следует...